Ребят, всем доброго дня! Сегодня у нас будет маленькое видео по теме укладки последнего ряда ламината. Я вот такой вот формат маленьких роликов не очень люблю, информативность в них ограниченная, тема все-таки очень узкая и интересует довольно малое количество зрителей. Но иногда вот такие вот вопросы конкретные возникают, и брать, и смотреть большое наше видео, весь хронометраж перелистывать довольно-таки сложно и муторно в поисках своего ответа на поставленный вопрос. И иногда я беру старые ролики, выдергиваю нужные мне фрагменты и собираю для вас, так сказать, подборку по конкретным вопросам. Желание? Нет, дело не в этом. Я это делаю, потому что мне это надо. Так мы делали с поклейкой обоев в углах, довольно-таки популярное видео. Как склеить линолеум. Да много у нас таких фрагментов, где мы что-то выдергиваем. Но вот сейчас вот у меня есть хорошая натура довольно-таки, и на конкретной вот этой вот полосе ламината я вам покажу два способа укладки последнего ряда. То есть классический, как это нато, в общем-то, делает, а также, скажем так, бомжатский или дешманский способ, когда под рукой нет специализированного инструмента. Ну, конечно же, начнем с азов. Как вы видите, у нас под ламинатом пробковая подложка, и последний ряд ламината вырезается, естественно, с учетом всех технических зазоров по периметру. А они, как вы знаете, нужны от 5 до 10 миллиметров обязательно. Причем, когда вы выпилили полоску вдоль, то есть вот эту вот, обязательно берите не меньше 10 миллиметров. Вы уверены в этом? Я в этом уверен. А я тебе это гарантирую. Потому что вам еще туда надо вставлять инструменты. Это важно. То есть вот мы выпилили, а теперь собираем полоску на полу. Ламинат, если вы вдруг не знали, собирается под углом 45 градусов, совмещается в грани и аккуратненько опускается. Ставили. И теперь еще одно под 45 градусов. Папа в маму. Все, как и надо, как доктор прописал. Надо опускать, когда у вас нет ущелья, и все совмещено. Не буду показывать, что это слишком близко. А вот. Так, сделали. Теперь полоску аккуратно смещаем наш подготовленный зазор. Так вы видите, я собираю один, это тоже важно. Теперь я аккуратно вот тут вот, нам это как раз зазорик. Не нужен, чтобы приподнять его, который инструмент вставляет. Поднимаю, опять же, под 45 градусов. Здесь у меня стоит карандашом отметка. И сейчас я давайте вам быстренько покажу. Она тоже важна. То есть изначально надо понимать, для какого момента вы смещаете ваш ламинат. То есть вот она. У меня отметочка. Я по ней смещаю. И тихонечку ламинат. За счет. Можно вот такими движениями чуть подогнать. Прохожу в другую часть. Вы это не видите. Но это происходит. И тоже оставляю. Теперь ламинат надо аккуратненько опустить. Опустить. Не хочу брать, ламинат у нас стал идеальным. У него чаще всего между последней доской образуется то там, то ся, небольшая щель. Это происходит в случае, если замок некачественный, вставлять вам было неудобно. А может просто, скажем так, кармой вас немножко пришило наказать. Но нивелировать щель надо. Способ номер один. То есть классика. Мы берем вот такой вот заступ для ламината. Вставляем его, технический зазор, по стене. И берем лучше всего рихтовочную киянку. В нашем случае это любимая вихра. И вы знаете, какой молоток надо, чтобы он по столу стучал, как в этой передаче. Сейчас сюда. Киянка что ли? Да нет, я русская. Теперь аккуратненько прижимаем заступ. И в основание аккуратненько ламинат подбиваем. Заступ обладает специальными подложками. И за счет этого ламинат не корябается и спокойно становится в нужное вам место. Но наш канал рассчитан не на мастеров, а на обычных обывателей, которые пытаются делать ремонт своими руками. А у них зачастую специализированного инструмента просто нет. Тогда нам поможет вот такая вот классическая монтировка. Берем ее, а также ненужный кусочек ламината. Ламинат мы ставим к стене, так как монтировка, когда вы будете работать, может стену, особенно если это гипс-карпон или гипсовая штукатурка, элементарно продавить. Выбираем положение, чтобы у нас монтировка заходила в щель технического зазора и упиралась в ламинат. И давим вверх, тем самым как бы устраняя так же щель. Все. Но надо это делать, как я повторюсь, аккуратно. Последний ряд ламината удачно смонтирован. И мы можем приступить к отснятию более интересных информативных видео. Надеюсь, кому-то данный ролик все же поможет. А на сегодня все. С вами был я, Антон Ильи П. Коробченко. Делайте своими руками, делайте хорошо. Всем до новых встреч. Пока. Ну, начнем, конечно же, с азов. И, естественно, укладку я не буду все рассказывать, но как. Ну, конечно, будет он. В случае, если замки не очень качественные, или просто вам неудобно вставлять. Или просто... Ну, вот у обычных обывателей обычный способ номер один. Классика. Для этого потребуется мне киянка. Блядь.